Краткое обзорное видео по тестеру. По функционалу. На корпусе есть Type-C для зарядки, RG45 порты, два оптических. Вот это лазерная указка, излучатель, визуальный детектор. Это измеритель оптической мощности. Сейчас вкратце по быстрому покажу как все работает. По пунктам. Тут три на три. Первое count. По сути это прозвонка. Берется ответная часть. И тут мигающей точкой показано в каком порту подключать. Сюда. То есть показывает правильность разводки проводов. Первый к первой, второй к второй и так далее. Восьмая последняя и G это грунт. Грунт, земля в общем-то. Так как патчкорд экранирован. Что покажет если коннектор обжат неправильно. С одной стороны. Вот. Вот этот коннектор обжат как попало. Что мы сделаем? Мы сделаем так. так. И запустим. Во. Обжат как попало. То есть неправильно полностью разводка. Вот такое изображение мы получим на экране. Так. Первая функция. Дальше у нас функция номер два скам. Набираем. Тут есть выбор. Цифровой и аналоговый сигнал. В общем возьмем с компьютера патчкорд. И подключим туда куда показано в скам. Теперь возьмем ответную часть. Колесиком регулируется чувствительность. Тут выбираем скам. Здесь ничего. Здесь ничего. Вот наш провод. Если чувствительность слабая, то ничего не происходит. Что еще тут же режим? НСВ. Вказывает провод под нагрузкой. Здесь ничего. Тут есть. Еще тут есть фонарик. Третий режим. Флэш. Показывает куда подключить. Скорость линка. 1000 мегабит. Фулл дуплекс. И световой индикатор. На свече на этом линке он будет мигать в такт. В такт этого изображения. Зеленого круга. Что у нас дальше по списку? Длина. Выбираем этот пункт. Тут у нас есть выбор категории. 5, 6. У меня скорее всего 6а. Ну в общем выбираем 6. Выбор единиц измерения. Ну мы оставляем метр. И кнопка старт. Подключить надо к этому порту. Синий это у нас 5 метровый пачкор. Ну на длинах меньше 5 метров. Мерить смысла нет. Из-за погрешности. Ну вот она выдала. 4,9. 4,9. 4,9. То есть фактически она показывает длину каждой отдельной пары. Если будет оборвана одна из четырех пар, то там соответственно будет другое значение. Что еще можно сделать? Можно соединить синий пачкорд и трехметровый серый. Общая длина где-то получится примерно 8 метров. Отключаем. Ну 7,8. Да, то есть он там не меряет прям точно до сантиметра. Но плюс-минус полметра, я думаю, для определения длины линка это не играет большой роли. Функция ПОИ. Это измерение напряжения на линках с питанием ПОИ. Продолжение следует. Дальше у нас QC тест Ну, фактически, насколько я понял это показывает, насколько качественно контакты обжаты на патч-корде на разъеме в зеленой галочке. Если какой-то контакт плохо обжат имеет плохой контакт там будет показывать красный крестик Вот у меня есть плохой обжатый патч-кор Видите? Первый контакт получается отсутствует Эта функция работает как написано Желательно, чтобы было хотя бы 10 сантиметров кабеля Если мы вот так обрежем оно работает Если мы обрежем вот так оно уже не работает По какому принципу не готов сказать Но вот есть такая функция Дальше у нас по списку функция измерения мощности Здесь мы выставляем на какой длине измеряем 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 Ref Это значение которое мы после измерения считаем нулевым Если мы в эту линию добавляем какую-то компоненту разницу между ними мы и считаем затуханием на этой компоненте Единицы измерений по-моему тоже можно переключать Ага, вот ДБМ И НВ Нам нужно ДБМ Попробуем проверить как это все работает Так Вот есть источник сигнала Под ФЦ разъем Мы выберем например длину волны 550 1550 Здесь мы выставим Так, мы не то переключили Вот 1550 Подключим Наш патчкорд Что мы видим? Мы видим Ага, у нас длина волны неправильно выбрана Сейчас мы ее поменяем Так Так будет правильно Мы видим что источник света по патчкорду выдает нам минус 25 чем тот ДБМ Если мы хотим этот линк и этот источник сигнала считать нулевым значением переключаемся на РЕФ удерживаем кнопку ОК Это значение считается нулевым Теперь если мы в разрыв В разрыв этого патчкорда подключим например адаптер еще один патчкорд и его тестер то мы получим значение которое вносит затухание этот патчкорд видно или нет должно быть видно Так еще одна функция ВФЛ Это по сути как вазерная указка Визуальный детектор сигнала Это для того чтобы визуально определить нет ли слома волокна Если где-то на волокно будет сломано или сильно большой перегиб по крайней мере в оболочке которая желтая или бирюзовая это будет видно Видите да если я ее перегну Волокно не сломалось но большая часть сигнала уходит уже через оболочку Если волокно будет сломано то на выходе не будет совсем ничего Для проверки других типов разъемов используем переходники гибридные патчкорды с разными разъемами с двух сторон адаптеры под разные разъемы по сути это встроенная лазерная указка и последний пункт настройки их тут немного яркость экрана время отключения экрана автоматического сброс настроек версия программного обеспечения обе части устройства со встроенной литий-ионной батареей заряжается от обычной зарядки для смартфона Type-C ну в данном случае он у меня заряжен тут тоже самое «смульт Sara» . 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 Продолжение следует...